МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомиться с чем-то новым. Чем приходится расплачиваться за онлайн? Мне сейчас очень сложно социализироваться, общаться с людьми, работать. VR-помощники. Кто они? Я покупал скины на персонажей, всякие разные внутриигровые вещи. Иллюзия обмана. Если у человека заболевание, то с ним надо бороться. Смотрите прямо сейчас. Игры, они всегда обучают чему-то, всегда что-то рассказывают, всегда что-то показывают. Но самое главное, чтобы они правильно показывали действительность и те институты, которые были заложены еще веками, не нарушали установленных каких-то моральных и этических норм. Знаете, как в других странах, даже тот же Майнкрафт. То есть там ребенок может изучать материалы, изучать строительство, мне кажется, это развивает пространственное мышление. Есть и познавательные, и очень интересные игры, которые, на мой взгляд, нужно дальше популяризировать и развивать, потому что на данный момент, к сожалению, таких популярных, каких-то образовательных игр, к сожалению, очень мало. К играм мое отношение скорее нейтральное, потому что очень много игр там, где, так скажем, некрасиво, много жестокого контента, который нарушает моральные ценности, духовные ценности. Но также существуют образовательные игры, игры, которые помогают нашей молодежи развиваться. Интеллектуальные квизы, например, викторины в свободном доступе для каждого гражданина. Будущее уже наступило. Угнаться за реалиями этого мира мало кому под силу. Времени на передышку в 21 веке нет от слова совсем. Совершенствование технологий, повсеместная цифровизация, развитие науки. Вместе с тем не стоят на месте и зависимости. Опасность поджидает в каждом доме. Никто не мог предположить, создание персонального компьютера в августе 1981-го наложит тень на несколько будущих поколений. Сами по себе компьютерные игры являются как совсем другим миром. Если, образно говоря, у тебя в реальности ничего может не получаться, то есть у тебя постоянно могут быть какие-то проблемы, то при заходе в любую игру ты можешь почувствовать себя, не знаю, рыцарем на белом коне, либо сильным эльфом, который сможет убедить всех. И как бы по большей части это и завлекало. Работа, учеба, общение. Ежедневно люди используют компьютер в различных целях. Вот только поколение Z нашло в нем опасную отдушину – онлайн-игры. Подростки постоянно пропадают в виртуальной реальности, не замечая ничего вокруг, тем самым разрушая себя как ментально, так и физически. Можно отнести к причине, наверное, то, что ребенок хочет эмоций, хочет путешествовать, хочет знакомиться с чем-то новым. Не каждая семья может ему позволить. Не каждая семья понимает про эмоции сами по себе. А что говорить про какие-то эмоции, касающиеся детей. И как раз-таки в игре ребенок это проигрывает. То есть зачем мне нужно встать и пойти куда-то, если я могу взять, одеть наушники и уйти в себя. Лудоманы вокруг нас. В эпоху цифровизации количество зависимых от онлайн-развлечений растет в геометрической прогрессии. Благодаря активному развитию игрового бизнеса, постоянному апгрейду техники, цифровому разнообразию, виртуальные забавы гребут в свою ловушку не только морально неокрепших подростков, но и, казалось бы, устойчивых взрослых. И я начал их покупать. Порой за полную стоимость я их покупал, либо дожидался каких-либо скидок и тоже их скупал. Я покупал скины на персонажей, всякие разные внутриигровые вещи. Порой они были дорогие, порой они были дешевые, смотря на то, насколько мне эта вещь понравилась. Мне приходила стипендия, там в размере 70 или 80 рублей. И на эти деньги я покупал себе игры и внутриигровые вещи. На данный момент у меня имеется около 4 игровых аккаунтов от разных игровых студий. И если взять суммарно, то по большей части там находится около 150 игр, с которыми были отданы деньги. На опыте. Дети в возрасте от 12 до 14 зачастую имеют игровой опыт от 6 до 8 лет. В нездоровой зависимости яркий дисбаланс между эмоциональной и физической нагрузкой. Частые переживания и напряжения, порождаемые засасывающим азартом, не снимаются физической разрядкой, вызывая, как правило, существенное нарушение. Рекомендованное время игры не более 3-4 часов в день. То есть, если человек превышает это количество часов, он склонен к развитию зависимости или она уже у него сформирована. То есть, например, когда подростки говорят или люди о том, что они находятся в виртуальной реальности, 6, 8, 10 часов – это очень много. Плюс, помимо этого, возникают вредные последствия от какого-либо времяпрепровождения в виртуальной реальности. Например, человек забывает покушать, сходить в туалет, нарушается сон. У людей после нарушения сна, длительного нарушения сна, развивались инсульты. И тем более, если он продолжает играть, даже когда уже перенес подобное состояние в преувеличенном количестве. Соответственно, у человека нарушена коммуникация, он не общается с внешним миром, то есть, видно, что он человек социально отгорожен. Хорошо там, где нас нет. Яркая картинка, завораживающий сюжет, возможность быть тем, кем в реальной жизни никогда не сможешь стать, три кита, на которых твердо стоит индустрия виртуальной реальности. В игре есть все вот эти вот собранные, то, чему нужно ребенку, да? То есть, похвала, право на ошибку, да? Возможность путешествовать, возможность собираться эмоции, да? И при этом, при всем еще, возможность уйти из быта куда-то, да? И тем самым, конечно же, ребенку там хорошо, ребенку очень комфортно. Спасите, помогите! Игровая зависимость чревата печальными последствиями. Ухудшение настроения и самочувствия, снижение активности, появление упадочных эмоций вплоть до депрессии. Активное и жизнерадостное поколение Z на глазах превращается в замкнутых и озлобленных людей. Сначала стоит установить, есть ли у человека заболевание, соответственно, если у человека есть заболевание, то с ним надо бороться. Одным методом, конечно же, борьбы с данным заболеванием является психологическое консультирование, а именно психотерапия. Потому что таблеток от подобной зависимости не придумано. Если это вторичное состояние по отношению к депрессии или к чему-то еще, то мы изначально лечим депрессию или другое состояние, которое вызвало игровую зависимость. Назначают индивидуальную или групповую психотерапию и количество занятий и сессий. Это может быть как длительный какой-то период психотерапии или даже постоянный. Или короткие какие-то курсы, которые могут привести к улучшению состояния человека. Втянуло. Опасное увлечение может приводить и к летальному исходу. В 2019-м подросток из Таиланда скончался от инсульта, который произошел из-за ночных игр. Молодому человеку было всего 17. Отец погибшего уверяет, до развития зависимости парень был спокойным, сообразительным и показывал отличные результаты в учебе. Социализация может быть как и в игре самой, так и в реальной жизни. Если взять реальную жизнь, то по факту начать общение с кем-то или найти общий диалог с каким-либо человеком для меня порой было очень трудно. А если взять именно в игровой степи, то там найти общение наоборот было легче. То есть ты зашел в одну игру, ты нашел какого-то человека, начал с ним общаться, у тебя начинаются как бы общие диалоги с ним и у вас есть о чем поговорить. Синдром дефицита внимания. От пагубного пристрастия страдает весь мир. Сильнее всего окружение зависимых. Зачастую это родители. Вот только нередко именно они становятся причиной компьютерной зависимости своих детей. Отсутствие эмоционального контакта, вовлеченности в жизнь, искренний интерес заставляет подростков с головой нырнуть в мир иллюзий, где их с радостью поймут и выслушают. Родитель должен понять, почему это произошло. Почему ребенок хочет учитывать это сиртуальное мир. По какой причине. Это может быть просто уход от реальности, потому что его не принимают сверстники. Или не принимают родители. Вот опять же, если мы возьмем родитель, который пришел и захотел забрать компьютер, то ему не очень комфортно общаться с этим родителем. И он будет всячески делать так, чтобы вернуться в эту игру. Большой выбор в сети не повод усомниться в полезности. Интернет предлагает и продуктивные приложения, образовательные программы, которые развивают логику, пространственное мышление, креатив. Современные разработчики делают упор не на быстрые эмоции, жестокость и бесцельное провождение времени, а на пользу, интерес и получение полезных навыков. Впервые я зарегистрировалась в социальных сетях лет в 13. тогда это был самый простой способ поддерживать связь со сверстниками. Мне нравилось проводить время онлайн, потому что там было буквально все. Музыка, игры, люди. В жизни мне всегда было тяжело заводить какие-то знакомства, но именно онлайн это было проще, потому что ты не видишь человека перед собой, ты не видишь его реакции, ты не слышишь его голос, ты просто представляешь его, и он тебя тоже не видит, и это намного проще, чем в жизни, потому что, в принципе, ты можешь притвориться кем-то другим, подстроиться под человека. Становилось все тяжелее общаться именно в реальности, потому что в интернете ты можешь быть кем угодно, то есть ты можешь притвориться кем угодно, можешь выставить себя в хорошем свете. В реальности это сделается намного тяжелее. Пишите в ЛС. Несмотря на, казалось бы, мнимую безобидность, соцсети таят в себе больше негатива, чем может показаться на первый взгляд. Интернет-зависимость медленно, но верно окутывает своими щупальцами зумеров. Навязчивое желание мониторить свои аккаунты, проблемы с учебой, концентрацией и памятью, агрессия при отсутствии доступа, первые звоночки, на которые стоит обратить внимание. Утрачивается качество общения вживую. Общение нужно, нужно с кем-то делиться, с кем-то, чтобы не чувствовать себя одиноким, я найду себе друзей в интернете. Также еще хотелось отметить о том, что вот эти фотографии, которые вылаживаются, то есть собрать лайки. Сейчас я знаю, что Инстаграм уже убрал эти лайки, по-моему, их нельзя видеть, но это тоже был какой-то очень большой бум, то есть выложить фотографии, войти, рекомендованной, снять тик-ток, да, ну, то есть сделать все, что угодно, да, только не выйти на улицу, не пообщаться. Все уходит туда, где легко. Ведь в жизни очень трудно, на самом деле, очень трудно приспосабливаться друг к другу, очень трудно находить общие темы и их поддерживать, да, очень трудно переносить предательство друзей, да, очень трудно переносить непонимание друзей, да, когда они растут, вот была интересна одна тема, а потом опа, и каждый идет в разные стороны, потому что кому-то остались кухни, интересно, а кто-то уже танцами увлекается. Лови ссылку. Одни из главных причин погруженности в соцсети с головой нехватка коммуникации в реальной жизни, недопонимание с окружающими, проблемы с родителями, игла, на которую подсаживаются подростки, умелая маскировка своих чувств, эмоций, мыслей. Вследствие такого времяпровождения страдает психическое здоровье. Чем больше я проводила времени в соцсетях, тем сложнее мне становилось возвращаться в реальный мир, потому что в соцсетях было все, а в реальной жизни не было ничего. В соцсетях можно было послушать музыку, поиграть с кем-нибудь онлайн, пообщаться. Это привносило каких-то красок. Реальная жизнь становилась все скучнее, серее, и дело дошло до того, что я просто перестала выходить из дома какое-то время, потому что я не видела в этом смысла. Нереальная реальность за милой забавной аватаркой может скрываться тот, кого совсем не ожидаешь увидеть. Современность не щадит никого. По ту сторону монитора способен оказаться как мошенник, так и педофил. К сожалению, распознать оппонента крайне сложно. Зачастую непорядочные собеседники прибегают к шантажу и угрозам. Чтобы не стать жертвой мошенника в сети интернет необходимо помнить простые правила. Не переходить по сторонним ссылкам. Если вы совершаете интернет-покупки, проверять данные о продавце, а также не предоставлять третьим лицам паспортные данные, а также реквизиты банковских карт, так как вы не знаете, кто находится по ту сторону экрана. Страшно подумать. Каждый пятый подросток проводит в социальных сетях свыше 21 часа еженедельно. Такой показатель находиться в виртуальном пространстве нужно не более 30 минут в сутки. Это снижает тревожность и синдром упущенных возможностей, а также чувство одиночества и подавленности. Позже я начала замечать, что это как-то негативно на меня влияет, потому что общаться в реальности стало тяжело, воспринимать какую-то информацию в реальности стало тоже тяжело. Опять же с появлением того же ТикТока, каких-то развлекательных соцсетей, где больше такого контента не нагружающего мозг, я заметила, что память ухудшилась, мне стало тяжело воспринимать какую-то информацию, тяжело концентрироваться. Я не могу даже посмотреть фильм, потому что мне тяжело воспринимать что-то дольше минуты, двух. Социальные сети негативно повлияли и на личную жизнь, если можно так сказать, потому что ты привыкаешь знакомиться с людьми в интернете, ты не видишь человека перед собой, ты не понимаешь, кто это. Если в жизни ты это можешь как-то увидеть, разграничить, то в социальных сетях стираются все рамки. человек может просто быть каким-то отвратительным, но делать из себя героя. Во благо, несмотря на активную популяризацию мессенджеров и интернет-пространства, современная молодежь видит в этом инструмент для достижения цели и саморазвития, нежели бесцельного убийства времени. Благодаря доступности источников, многообразию контента и удобству, всемирная паутина может стать прекрасным подспорьем в учебе, работе и хобби. В социальных сетях есть много полезного контента, который способен развивать ум, мышление, но дети иногда не умеют правильно сами найти тот контент, который будет, ту изюминку, которая есть в этом образовательном контенте. И уже родители должны собственно помогать детям немножко это разграничивать эти вопросы. Мне это помогло в какой-то мере полюбить себя, потому что когда ты снимаешь себя какие-то видео красивые, то есть ты видишь себя с какой-то другой стороны и когда видишь например позитивные комментарии, это тоже поднимает самооценку своеобразно. Социальные сети появились в наше время относительно недавно. Это большое нововведение, которое дало нашему поколению ряд возможностей, как и положительных, так и отрицательных. С положительной стороны можно рассмотреть как саморазвитие, то есть любой человек на площадках социальных сетей может найти себе нужную информацию и по ней учиться, но стоит отметить то, что в социальных сетях и в интернет пространстве очень много фейков и нужно научить детей различать где фейки, а где реальная информация. Я считаю, что соцсети могут помочь современному поколению, но очень важно знать меру и уделять много времени социальным сетям я не считаю полезным. Это время можно было бы потратить на книги, на встречи с друзьями или на учебу, допустим. Поэтому мнение неоднозначное и в целом все полезно в умеренных количествах. В 21 веке игры и социальные сети занимают большую часть жизни современных подростков. На развитие зависимости влияют множество факторов. Однако вполне посильно сделать так, чтобы интернет служил во благо. Предотвратить необратимое вполне реально. Главное вовремя осознать вред, который наносит виртуальная реальность. Принятие проблемы – первый шаг к ее решению. В какой-то момент да, оно принесло вред, потому что когда оно дает толчок на здоровье, это по большей части работает и по зрению, и по осанке тоже очень хорошо древит удар. Если взять из плюсов, тут как бы у меня есть люди, с которыми я до сих пор общаюсь, которые находятся в других городах или даже странах, но мы до сих пор поддерживаем диалоги, также до сих пор можем зайти в игру и классно поиграть. С некоторыми я встречался, они приезжали, я с ними виделся. За 10 лет проведенных в социальных сетях я поняла, что это очень негативно на меня повлияло. Мне сейчас очень сложно социализироваться, общаться с людьми, работать, потому что приходится постоянно коммуницировать. Это тяжело, так как я привыкла это все делать онлайн. Сейчас нужно звонить, общаться в жизни, приходится буквально переступать через себя, и я понимаю, что нужна помощь квалифицированного специалиста, психолога, потому что сама я из этого никак не смогу выбраться. я не смогу не это как Продолжение следует...